И если вы сделали упражнение, пожалуйста, давайте начнем обсуждать ваше упражнение. Значит, нам было прислано шесть вопросов. Некоторые состояли из двух частей, а некоторые были однозначны. Значит, суть заключалась в том, чтобы мы оценили базовый, значит, эталонный и секторный подход. Отчета Литвы за 2019 год. Соответственно, некоторые вопросы были достаточно простые, они требовали однозначного ответа. Некоторые, конечно, требовали более, ну скажем так, более плотного ознакомления в целом и более детального подхода к оценке, предварительно, прежде чем ответить. Итак, вопрос был первый. Вы сравнивали Литва выбросы в рамках эталонного и секториальных подходов по видам топлива? В принципе, Литва представила несколько таблиц, были некоторые комментарии по типам топлива, и мы считаем, что вот именно Алматинский офис, мы сразу решили, что да, все-таки сравнивали. Вторая часть этого же вопроса, считаете ли вы, что эта информация полезна для понимания различия между подходами? Значит, наш ответ, что в целом представленный комментарий позволяет понять многие причины разногласий между подходами, но в некоторых случаях они не охватывают более подробно определенные периоды, где есть различия. Но неплохо представлен 2017-2019 год, там четко представлены комментарии, почему имеются расхождения, но за более ранний период там ничего не договорится. То есть вот некоторые общие комментарии по годам, на мой взгляд, все-таки отсутствуют, на наш взгляд. Не все коллеги были со мной, так сказать, единодушны в некоторых вопросах. Вопрос второй. Значит, первый вопрос на закончении, что ли? Значит, вопрос второй. Литва сообщила ряд причин, объясняющих различия между секториальным и эталонным подходом, и необходимо было свериться, насколько представленные причины согласуются с руководством МГИК. Значит, для нас была возможность ознакомиться с разделом 6.8 главы 6, том 2, где как раз есть описание вот этих самых подходов сравнительного секториального, и есть несколько, порядка 10 основных пунктов, которые МГИК рассматривает как причины, почему не могут быть, так сказать, согласованием может быть не пол. Здесь их достаточно много. Я думаю, что в рамках экономии времени нет смысла их сейчас зачитывать. Мы с ними ознакомимся в рамках того, как мы будем сейчас рассматривать 6 положений Литвы. Итак, значит, отчет Литвы. Первое. Литва представляет статистические различия энергетических балансов, вносит определенную долю различий между этими двумя методами, и в 2019 году статистическая разница потопочного мазута составила 438 фераджоль. Эта разница возникла из-за различий в отчетности двух предприятий, где описывается, что да, там у них есть два предприятия, в которых есть некоторая разница в отчетности. Значит, по мнению нашей стороны, согласно, опять же, разделу 6.8, руководством МГИК, данное объяснение подходит под руководство, и, значит, его можно классифицировать как значительные статистические различия между энергоресурсами и их потреблением в базовых данных по энергоресурсам. То есть данная причина, объяснение подходит. Отчет Литвы. Второе положение. Различие в выбросах СО2 возникает из-за потерь при транспортировке распределения топлива, которые не учитывают в отраслевом подходе. Например, потери при транспортировке распределения жидкого топлива увеличились на 18% в 2017 году. Ну, вот это то, что мы отмечали ранее, что отчет Литвы охватывает некоторые года, вот в частности, 2019-2017. И в данном случае мы считаем, что да, данное объяснение подходит под причины МГИК, значительный массовый дисбаланс между сырой нефтью и другими видами сырья, поступающему в переработку в валовом объеме производимых нефтепродуктов. То есть причина, в общем-то, согласуется. Третье. Отчет Литвы. В эталонном подходе выбросы СО2 от дизельного топлива и автомобильного бензина полностью учитываются как ископаемые выбросы, а в отраслевом подходе доля биотоплива учитывается в разделе жидкой биомассы. В 2017 году доля биотоплива увеличилась на 26% по сравнению с 2016 годом. Но сразу хочу сказать, что мы с коллегами единодушно отметили, что очень слишком большая разница, конечно, между годами. 26% – это все-таки очень много. Второе. Мы не пришли к единому мнению, какая здесь может быть причина классифицирована с руководящими принципами. И, в общем-то, мы этот вопрос пока оставили открытым для того, чтобы, может быть, международные эксперты нам помогли понять, правильно ли причина указана или нет. То есть у нас здесь единства нет. Более того, допустим, персонально мое мнение, что, по-моему, оно не попадает никуда из всех перечисленных. Но на то мы и учимся, чтобы сейчас понять, правильно или нет. Так, следующее. Отчет Лидвы. Четвертый пункт. Дисбаланс массы между поступающей на МПЗ сырой нефтью и другим сырьем для переработки и производенными нефтепродуктами в энергетической статистике Лидвы выход топлива на МПЗ не равен входу топлива. Ну и, соответственно, в 2017 году разница социала 2,3 пираджо. Ну, может быть, это как раз отчасти объясняет те 26%, которые тоже там были в предыдущем их комментарии. Мы считаем, что данный комментарий можно классифицировать с руководящим импринцем МГИК. Неверное распределение количества топлива используем для преобразования в производные продукты, кроме энергетики и тепла, или объема, саженную в секторе энергетика. Следующий, пятый пункт комментариев. Влияние коэффициентов выбросов для жидкого топлива в эталонном подходе важно для стран с высоким импортным сырой нефти и высоким экспортом нефтепродуктов. В 2017 году Литва импортировала 99,4% сырой нефти, экспортировала 81,3% нефтепродуктов, производённых на внутренних предприятиях. Мы считаем, что данный комментарий согласуется, опять же, с принципом МГИК, использование приблизительных значений теплотворной способности сажения углеронов в случае первичного топлива, которое скорее преобразуется в другое вещество, чем сгораем. Но вот тут у нас тоже были некоторые дискуссии, не все были согласны с представленным, так сказать, инвентификацией, скажем, замечания. Ну, давайте мы его оставим, может быть, нам прокомментируют наши коллеги. Так, шестой пункт отчёта Литвы. В отраслевом методе для жидкого топлива используются коэффициенты выбросов, специфичные для завода и страны, в то время как в эталонном методе для сырой нефти используются коэффициенты выбросов по умолчанию, согласно МГИК. А для нефтепродуктов используются коэффициенты выбросов, специфичные для страны. Проведённый расчёт показал, что коэффициенты выбросов для жидкого топлива в 2018 году повлияли более чем на 4%. Ну, мы здесь, опять же, соглашаемся, что данный комментарий подходит под причины, выделенный МГИК, использование приблизительных значений теплотворной способности и содержание углерода в случае первичного топлива, которое скорее преобразуется в другое вещество, чем сгораем. Так, и седьмой и восьмой комментарий. Значит, седьмой. Отчёт Литвы. Утечки природного газа в атмосферу для технологических нож в эталонном методе учитываются как потребление природного газа в трубопроводах, а в секторальном методе утечки природного газа в атмосферу для технологических нужд, нуждающихся, учитываются как летучие эмиссии природного газа. В принципе, здесь стоит отметить, что, опять же, учитываются и там, и там летучки, но они учитываются в разных секторах. Вот, может быть, по нашему мнению данный комментарий, в общем-то, подходит под объяснением ГИК. Высокие потери распределения газа приведут к тому, что данные эталонного подхода будут повышать данные секториального подхода. Но, опять же, хочу отметить, что единство наших мнений было тоже здесь не совсем однозначно. Хорошо. Так, и восьмой пункт. Согласно международным принципам составления энергетического баланса потребления газа нефтеприродовающим заводом для производства водорода как промежуточного процесса не может быть отражено отдельно. Выбросы от производства водорода на нефтеприродовающем предприятии отражены в категории прочей. Таким образом, их углерод включен в эталонный подход, но не включен в секториальный подход. Чтобы сохранить согласованность между двумя подходами, составители кадастра вычисли выбросы СО2 от производства водорода, указанной в категории почи и из эталонного подхода. Значит, ну, данный комментарий мы решили классифицировать, как неучтенное потребление газа или другого топлива может привести к недооценке в секторном подходе. Это вот что касается вопросов Литвы по, так сказать, комментариям, по разногласиям. Третий вопрос. Перечисленные причины, представленные Литвой, руководящие принципы МГИ, помогают ли эти причины понять существующие различия? Но, опять же, здесь вопрос как бы состоит из двух частей. На первую половину мы можем ответить, что да, причины перечислены. Помогают ли они понять существенные различия? Мы считаем, что да, в общем-то, в большей части они помогают, но, может быть, они не всегда совпадают с рекомендациями МГИК. Ну, в частности, отмечаем третий комментарий, ну, также у нас есть шестой, седьмой комментарий, тоже, в общем-то, есть к нему вопросы. Ну, может быть, опять же, мы не до конца что-то охватываем. Так, четвертый вопрос, который сегодня был задан, это проверить, как Казахстан сообщает о своих различиях между секторальным и талонным подходами, сообщается ли о сравнении между секторальным и талонным подходом и объясняются ли причины таких различий? Входит ли причина, представленная Казахстаном, в число причин, пересечисленных в разделе 6.8 руководящих принципов ГИИ? Нами был изучен отчет Казахстана, опять же, по секторальному и базовому подходу. Мы, в принципе, хотим отметить, что у нас сделано очень неплохо, во всяком случае, есть и комментарии, есть и дополнения. Соответственно, в Казахстане представлены 6 основных комментариев, там есть еще, в принципе, общий комментарий, мы его, скажем так, не рассматриваем, но он тоже дает хорошую информацию, в принципе, о секторе, о проблемах и так далее. Значит, итак, что представляет Казахстан? Значит, по информации Бюро национальной статистики, то есть, как объяснять, да, вот эту разницу, значит, по информации Бюро национальной статистики, количество предприятий и организаций, отчитывающих по использованию топлива перед национальной статистикой, не всегда одинаково по годам. Не все предприятия прозрачно отчитываются об используемом топливе в силу разных причин. Значит, данный комментарий мы согласуем с имеющимися руководящими принципами МГИК, как неверное распределение количества топлива используемого для преобразования в производные продукты, кроме энергии тепла или объема сожженных в секторе энергетики. Ну, опять же, может быть, да, так сказать, место для маневра, потому что мы понимаем, что все-таки речь идет о разных годах. Ну, вот мы его классифицировали так. Хорошо, давайте нам сделать замечание, так сказать, выслушать. Второе предложение. Межгодовая разница некоторых данных ТЭП национальной статистики сильно разнятся. Это касается производства, экспорта и импорта отдельных видов топлива. Данные по экспорту первичных видов топлива в некоторые годы в ТЭП национальной статистики не совпадают с данными Министерства энергетики РК и таможенными данными Комитета государственных доходов РК. Например, экспорт газа природного в ТЭП национальной статистики сильно разнится от данных Министерства энергетики РК. Национальная статистика объясняет это тем, что у них принят другой формат учета экспорта газа природного. Они учитывают весь объем газа природного, который уходит на переработку на российской Кася sa третьей страны. Таким образом происходит как бы ночью. Данные комментарии мы классифицировали по принципам ГИК как значительные статистические различия между энергоресурсами и их потреблением в базовых данных по энергоресурсам. Ну, то есть второе предложение, опять же, оно согласуется с руководящими принципами. Третье. В стране учет нефти сырой находится не на должном уровне в связи с отсутствием автоматизированного учета добычи нефти и современных нормативов в списании нефти. Отчеты Министерства энергетики РК об объемах добычи и переработки нефти разнятся с данными таможенных органов по экспорту нефти. В 2017 году около 40 нефтеперерабатывающих компаний отбывают нефти и сырой больше, чем добычи. Хорошо. Значит, третий комментарий, касающийся тем, что есть разница между тем, что компания добывает, и теми, что отчитывается. Мы классифицировали, согласно руководящему Крикстон ГИК, как значительный массовый дисбаланс между сырой нефтью и другими видами сырья, поступающими на переработку и валовым объемом производимых нефтепродуктов. Ну, то есть, опять же, третий комментарий, представленный Казахстаном, он совпадает с принципом ГИК. Четвертый. С 2014 года выбросы СО2 по секторному подходу стали превышать базовый подход. В первую очередь это связано с тем, что национальная статистика изменила формат ТЭП в соответствии с требованиями ЕвроАЗС, куда входит Казахстан. Данные по твердому ТОФЛу стали предоставляться в дезагрегированном виде. Уголь каменный коктующийся, уголь каменный энергетический, уголь каменный с повышенной зольностью, уголь каменный прочий, концентрат угольный. Однако, качество данных по твердому топливу заметно снизилось. Не все угольные компании до сих пор правильно отчитываются перед национальной статистикой. Опять же, данный четвертый комментарий, представленный Казахстаном, мы считаем, что он согласуется с принципом ГАИК и попадает под такой раздел, как значительные статистические различия между энергоресурсами и их потреблением в базовых данных о энергоресурсах. Пятый комментарий. В ТЭП национальной статистике с 2009 года отсутствуют данные по прочим видам потребления топлива, которые предоставлялись с 90 по 2008 год. Для улучшения отчетности инвентаризации выброса и парниковых газов неоднократно запрашивались данные по потреблению прочих видов топлива у органов статистики. Однако, по объективным причинам запрашиваемые данные не могут быть предоставлены. Значит, соответственно, данные комментарии мы классифицируем согласно руководящим принципом ГАИК, как значительные статистические различия между энергоресурсами и их потреблением в базовых данных о энергоресурсах. Таким образом, опять же, предоставленные комментарии, в общем-то, соответствуют, скажем так, руководящим принципам ГАИК. Шестой комментарий по различия статистических, базовым и секторным подходам, это особенно большие проблемы с данными ПЭП национальной статистики по статье «Прочее потребление». До 2015 года статья отпущена предприятием и организацией. К этой статье национальная статистика относит все топливо, которое не относится ни к одному источнику выбросов парниковых газов. Согласно руководству ГАИК, такое топливо относится к категории 1А5, прочие источники. Объемы твердого и газообразного топлива по этой статье очень значительны и дают большие выбросы в категории 1А5 и в целом по секторному подходу в секторе энергетика. Значит, данные комментарии мы рассматриваем как, согласно руководящим принципам ГАИК, как неверное распределение количества топлива, используемое для преобразования в производные продукты или объемы, сожженные в секторе энергетики. Таким образом, если мы возвращаемся к вопросу 4, когда мы говорим, что проверить Казахстан и сообщил ли я о различиях между секторальным и талантными подходами, мы опять же можем сказать, что на первую часть мы можем ответить, да, Казахстан представил, так сказать, вот эти различия между эталоном и секториальным подходом. Данные были действительно сравнены, к этому относится целый подраздел отчета, вот вы один из графиков можете увидеть. Ну и входят ли причины, представленные Казахстаном в число причин, перечисленных в разделе 6.8? Согласно тому анализу, который мы проделали, мы считаем, что да, представленные Казахстаном причины входят и согласуются с руководящими принципами ГАИ 2006 года. У нас кажется все, может мои коллеги еще что-то добавят, похоже, что нет, спасибо, у нас все. Вы знаете, нам даже нечего добавить, это очень полный ответ, абсолютно развернутый, у нас там в разы, в разы меньше, поэтому, если хотите, можем, конечно, показать, но с Александром Владимировичем мы не сравнимся. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Я вас поздравляю, вы прекрасно выполнили упражнение, вы сделали именно то, что делает ГЭР, когда они ежегодно знакомятся с вашими кадастрами. Может быть, кто-то еще хотел бы что-то добавить? Или полностью все согласны с презентацией Александра Владимировича? Ну, я, конечно, благодарю за оценку, это не только я делал, но вот у нас бы мы хотели все-таки получить комментарий по третьему помечанию Литвы, куда его классифицировать. И, конечно, было бы интересно узнать, правильно ли мы классифицировали остальные наши, так сказать, положения. Я буду разъяснять. По Литве, мы бы хотели, чтобы вы выполнили это упражнение по следующей причине, потому что Литва, как многие страны, представляет собой, подает полную и прозрачную информацию по сравнению между эталонным и секторным подходами. И мы хотели бы, чтобы вы посмотрели на грузинские кадастры, для того, чтобы сравнить уровень прозрачности, отчетности этих двух стран. И вы выполнили упражнение очень хорошо. Что касается, самая важная вещь между эталоном подходе, это использовать его для того, чтобы кросс-проверку усуществлять сектора. Эталонный подход энергобалансы, не обязателен. Это просто предлагается для кросс-проверки данных по секторам. Но что касается вашего вопроса, по вопросу номер три, куда нужно распределять здесь. В энергетическом балансе, те, которые используются в эталонном подходе энергобаланса, вы увидите по вашим видам топлива, по жидкому топливу. Секторный подход по биотопливу вы рассчитываете выбросы СО2 и включаете как включаете и биомассу, потому что выбросы СО2 от биотоплива по неископаемому углероду включаются как мемо аспект в энергетическом секторе. И они не включены в общие цифры, потому что они уже учтены в секторе ЗИЗЛХ. Для того, чтобы избежать двойного учета для энергетического сектора биотоплива по субсекторам, вы делаете отчетность, учитываете биотопливо как сноску или ссылочный параграф. А по эталонному подходу они указываются в жидком топливе. В энергетическом балансе вы будете их учитывать и обычно в рамках биотоплива, потому что биотопливо это вид топлива. У меня была возможность сказать вам, что речь не идет об эталонном подходе, а по вопросу, когда у вас, к примеру, в транспортном секторе используется биотопливо, часто случается так, что они являются смесью, биомассой. Там используется биоэтилен, этилен и так далее. То есть такое биотопливо представляет собой смесь видов топлива. В таких случаях вам нужно оценивать фракцию, которая является ископаемой и неископаемой, потому что выбросы СО2 от неископаемых фракций не должны быть учтены. Они идут в биомассу, как ссылочные, упоминаются в ссылке. А что касается выбросов метана, они учитываются в секторальном подходе. и они должны рассматриваться так в эталонном подходе. Я не знаю, есть ли какой-нибудь, будут ли какие-то вопросы по этому моменту. Итак, Литва сделала всё правильно, потому что эталонный подход даёт общие цифры по твёрдому топливу, жидкому, газообразовому топливу, там всё нормально. И по секторному подходу неископаемая углеродная фракция биотоплива учитывается как ссылочный аспект. и в отчёт входит по секторному подходу идёт только ископаемая фракция, где вот это топливо потребляется, только углеродная фракция для выбросов СО2. Что касается выбросов метана из не СО2 выбросов, там вы учитываете общий выброс. от общего биотоплива. Если больше вопросов нет, я ... не ... не ...